У нас время вопросов-ответов по плану. Есть ли вопросы, которые вы не можете не задать? Что-то, на что вы не получили ответ. Записок у нас не поступило. Есть ли важные вопросы, на которые нужно ответить? Да, балкон. Вопрос для тех, кто не слышал. Можно ли объединять некоторые темы, чтобы сделать весь курс короче? Да, можно. Только осторожно. Надо, чтобы, Алексей говорит, при виртуозном владении темой это можно сделать. То есть вот молодежь, что в этих сериях сделали, они из 11, кроме выезда, сделали 8. Вот в том же формате это возможно. Надо взять пособие и посмотреть, как объединили. И там есть, и в руководстве по-молодежному, там есть рекомендации, ну как содержание не упустить. В общем, не надо самим, вот в чем ответ. Объединять можно, но надо посмотреть классические предложения от тех, что уже опробовано. Если опубликовано, значит, что-то опробовали и все получилось. В руководстве по-молодежи более сокращенная версия есть. И ни в коем случае нельзя темы выкидывать. То есть мы их не выкидываем, а объединяем. Ну вот порядок переставлять тоже нельзя. Это годами проверенная логика. То есть нельзя рассказать об исцелении до того, как вы рассказали, как противостоять злу. То есть там все продумано. Вообще идея в том, что мы сначала говорим о Боге, потом мы говорим о том, кто он такой, потом что он делает и как практиковать христианскую жизнь. Там в этом есть очень серьезная логика. Значит, мы темы не выбрасываем, а объединяем мудро. Ну то есть, например, не буду я долго. Мудро и по книжкам лучше. Еще? Вопросы, ответы? Рука, да? В смысле, когда говорит или вообще? Может ли лидер за столом быть спикером? И является лидером малой группы тоже. Может? Может. На домашней альфе это так и происходит вообще. То есть он прям… Конечно. И то же самое происходит и на многих альфа-курсах. То есть тот, кто один из ведущих малой группы, встает, ведет тему и садится обратно, дальше ведет свою малую группу. Вполне. Хорошо. Он участвует в дискуссии. Я не рекомендую обычно человеку, который только что говорил, быть ведущим дискуссии. Пусть лучше его помощник ведет в этот день. Потому что у меня, по крайней мере, был такой опыт, что людям очень трудно мне задавать. Я только что выступила, вся из себя старалась, выдала там. И сажусь и говорю, ну что вы думаете по этому поводу? Они вообще не согласны. Но им трудно как-то в лицо мне это сказать. И поэтому лучше, если другой ведет дискуссию и говорит, что вам не понравилось, что понравилось, что вас зацепило в теме. И тогда больше. То есть людям немножко легче это. То есть в этот день лучше, чтобы вел дискуссию, ведущий дискуссии был другой. Хорошая конференция. Всем все прям донесли, да? Или вам охота помолиться уже? Я хочу пригласить прославление уже. Значит, оставшиеся меньше часа мы потратим на то, что будем поклоняться, молиться. И мы надеемся, что каждый человек, которому нужна молитва, получит ее сегодня. Поэтому я прошу быть готовыми тех, кто уже вел альфу и на выездах молится за людей. Опытные лидеры, пожалуйста, будьте здесь. Вам нужно будет выйти вперед, когда я попрошу, и помолиться за каждого делегата. То, что мы сейчас сделаем, мы переходим постепенно к подведению итогов. И нам обязательно нужно помолиться за наши города, помолиться за наши церкви, за наших пасторов. И мы это сделаем. Но я еще раз хочу сказать. Значит, чтобы вести альфу дальше, вам нужно все спланировать и обязательно быть на связи с Олей. Оля, встань еще раз. Значит, секретарь служения Альфа-курс в Сибири. Она ключевое звено. То есть все сведения, кто, где проводит альфа, у нее есть. Когда ближайшие семинары. Как сделать так, чтобы к нам приехали. Где взять книжки. А есть вот про это ролик. Все туда. И она всем отвечает. Кто еще не знает ее адрес? Электронный. Домашний даже мне она не говорит. На всякий случай, чтобы я не проболталась. Электронная почта. Знаете вы ее? Она была здесь. Все. Действуйте по нему в соответствии. И она вас соединит с кем надо и свяжет. Тем, кто едет счастливого пути. Давайте встанем. Споем. И дальше Господь как поведет нас.